В зоопарке Республиканского центра экологического воспитания появились новые питомцы. Это индийский дикобраз и домашний як. Животные уже прошли карантин и теперь выставлены на обзор зрителей. С четвероногими познакомилась Светлана Некрасова. Вот так проводит свои дни новый питомец зоопарка. Кличку дикобразу пока не дали. Он оказался очень боязливым и поэтому прячется в углу своего жилища. По словам сотрудников зоопарка, у него небольшой стресс. Такое с ранимыми животными бывает. Чтобы познакомиться поближе, наш оператор заходит в клетку. Дикобраз угрожающе расправляет свои иголки, но скоро успокаивается. Понимает, гость не представляет угрозы. Говорят, комфортнее всего грызуну ночью, когда тишина и нет посторонних. Тогда-то он и принимается за трапезу. На аппетит не жалуется. Кормим его один раз в день, то есть сразу по нормам, то есть по объему ему накладываем один раз. Всю пищу и он ее в течение дня употребляет. Но так как животное все-таки более любит ночной воду с жизни, да, проводит, соответственно, он как бы днем-то и неохотно, то есть это все. Ну, на утро, когда приходим, то есть все уже съедено, без проблем. Гавриил Яковлевич, напротив, оказался не из боязливых. Зверь, говорят зоологи, серьезный, поэтому кличут его по имени-отчеству. Надо отметить, что як в коме появился впервые за много десятков лет. Были они в наших краях во времена Великой Отечественной. На юг республики их привозили для работы. Малышу из зоопарка всего 9 месяцев, так что он еще вырастет. Станет больше примерно в два раза. Он пока довольно своенравный. Сначала он пытался с нами играть, поддевать рогами. И сейчас нам удалось с ним договориться. Он ласковый. Нам очень нравится с ним работать. Евгения Власова называет нового питомца Гаврюшей. Говорит, як понимает ее с полуслова. Нежные чувства к животному испытывает и соседка, кабаниха Мюша. Заигрывает с ним, кусает за нос. Гавриил, судя по всему, не против. К ее клетке протоптал не одну тропу. Яку не страшны даже 30-ти градусные морозы. Поэтому содержит рогатого в уличной клетке. К посетителям животное допускают только в присутствии специалиста зоопарка. Рога огромные! Что западать можно? Дикобраз и як в столичный зелениц попали из Лимпопо, новгородского зоопарка. Здесь для проживания им созданы все условия. Сегодня сотрудники экологического центра подумывают о перспективах этих животных. Гавриил Яковлевич, скажем, как подрастет, вполне сможет катать детворок. Светлана Микрасова, Анастасия Тюрнина, Алексей Першуков, телеканал Юрган.